Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Большая прогулка 1966 года «Ля Гранд Вадруль» – военная комедия выдающегося французского комедиографа Жерара Ури, рассказывающая о двух парижанах, которые помогают экипажу британскому бомбардировщику, сбитому над оккупированной столицей Франции, скрыться от нацистов. Большая прогулка 1966 года – легендарная кинокомедия, в течение 42 лет остававшаяся самой успешной французской лентой в национальном прокате. Упор большой прогулки был сделан на фарсовую комедию «Положение» и уморительное препирательство главных персонажей в исполнении Луи де Финеса и Бурвиля, пытающихся организовать спасение союзников, вопреки своей полной неспособности действовать согласованно и продуманно. Фильм считался самым успешным во Франции со времени премьеры и до 1997 года, когда на экраны вышел «Титаник». Это было на площади Победы, как раз перед статуей Людовика XIV. Вы что, видели там эту статую? Но это невозможно. Почему? А потому что в это время немцы снесли все статуи. Да, в общем, статуи. Да нет, он ничего не знает. Да за кого вы меня принимаете? Решили поиздеваться надо мной? Где-то здесь скрываются два английских летчика. Сколько? Два! Это не так уж много. Вам известно, где они? Фильм «Большая прогулка» актера и роль. Луи де Финес, Станислас Лефор, дирижер парижской оперы. Бурвиль, Агюстен Буве, маляр. Терри Томас, сэр Реджинель Брук, «Большие усы», английский летчик. Бенна Штерценбах, майор Ашбах, невецкий офицер. Клаудио Брук, Питер Каннингем, английский летчик. Майкл Маршал, Аллан Макинтош, английский летчик. Мари Дюбуа, Жульетта. Калет Брасе, Кермен, хозяйка гостиницы. Мишель Мадо, косоглазый солдат. Язык. Язык белый, скляры желтые, нос красный. Это печень. Вам больно? Точно печень. Второй после раздения 1965 года фильм режиссера Жерара Ури, в котором он свел двух знаменитых комиков Бурвиля и Луи де Финеса. В данном комическом дуэте режиссер вновь попытался противопоставить персонажей с разными темпераментами, флегматика и холерика, принадлежащие к разным социальным слоям общества. В самолете пилоты насвистывают мелодию американской песенки «Ти фо ту», «Чай на двоих» 1924 года. В сцене на проселочной дороге англичане маршируют насвистовый мотив «Роаль Британия», «Правь Британия морями» 1740 года. Луи де Финес, так же как его герой Станисло с «Большой прогулки» 1966 года, умел играть на фортепиано. В годы оккупации он даже подрабатывал музыкантом в барах. В 1971 году фильм «Большая прогулка» вышел в кинопрокате СССР, и его посмотрели 37,8 миллиона человек. Классикой мирового кино стала и сцена «Большой прогулки», где Луи де Финес дирижирует оркестром в Парижской опере. Актер три месяца провел перед зеркалом в своей квартире, часами оттачивая каждый жест, каждый взгляд и в итоге сделал эпизод настоящим шедевром. Реплики из фильма «Большая прогулка» вроде «Их бим больной?» ушли в народ, и снова феноменальная работа Владимира Кенниксона, дублировавшего де Финеса на русский. Фильм «Большая прогулка» 1966 года выходил в прокат во многих странах мира в разные годы, в том числе в Германии, где итоговая версия оказалась на 31 минуту короче оригинальной, а вот в СССР картину сделали двухсерийной, удлинив фильм на 10 минут. Луи де Финес позже признавался, что Бурвиль был единственным человеком, в присутствии которого он чувствовал душевный комфорт на съемках «Большая прогулка» 1966 года, и никогда не срывался на других, когда Бурвиль был рядом. Жерар Ури велел, не считая с расходами на пленку, не выключать камеры на съемках «Большой прогулки» 2016 года, даже если Бурвиль и Луи де Финес, резвясь, начинали нести в кадре полную отсебятину. Оба могли вдохновенно импровизировать часами, не выходя из образа, поэтому постановщик охотно вставлял потом в самые удачные находки «Большую прогулку». Было из чего выбирать. В сцене допроса Луи де Финес на вопрос майора Ашбаха, в каком году вы родились, называет свою дату рождения 1914 год, в подсказке Бурвиля. Сцена на плотине в фильме «Большая прогулка» является с анахронизмом. Во время Второй мировой войны во Франции не было таких больших гидротехнических сооружений. Фигурирующая в кадре плотина «Грандваль» была построена всего за несколько лет до съемок. Фильм «Большая прогулка». Сюжет. 1942 год. Английский военный самолет подбит фашистами над Парижем, и летчики прыгают на горы с парашютами, договариваясь встретиться в турецких банях. Англичане попадают в Париж. С французской точки зрения уже само по себе комедия. Один из летчиков попадает прямо в Гранд-Опера и прячется в апартаментах дирижера Станисла Салифора, Луи де Финес. Второй падает на крышу и встречается с маляром Агюстеном Буве, Бурвиль. Командир эскадрона Терри Томас приземляется в зоопарке прямо среди бегемотов. Англичане, французы, а еще немцы, потому что Вторая мировая. Немецкие солдаты заметили парашютистов и теперь разыскивают их по всему городу, и даже вне его пределов. Но французы намерены прикрывать союзников и помочь им добраться не только до турецких бай, но и до нейтральной территории, швейцарской границы. А ну, марш на кухню и принимайся за посуду. Бездельник, подойди сюда. Найн! Мой день рождения. Шампанское им. Дамы не должны командовать. Этим занимаются их мужья. Брюки ведь они носят. Предлагаю вашему вниманию частичку нетленной классики французского кинематографа 60-х годов. Комедия «Большая прогулка». Фильм получился невероятно добрым, трогательным и позитивным, несмотря на то, что действия происходят в оккупированной Франции во времена Второй мировой войны. Если вы хотите отдохнуть вечером от будничной рутины и в поисках нормальной комедии, то посмотрите эту добрую и нестареющую классику с прекрасными комиками Луи де Фюнессом и Бурвилем. Среди актеров трудно найти более комедийно-типичного англичанина, чем Терри Томас. Пашноуса и Сэра Реджинальд одной физиономией смещит зрителей еще в самолете и продолжает, приземлившись в зоопарке, как раз в бассейн кусатому моржу. Комедия «Большая прогулка» подобна французскому вину. С годами становится только лучше и вкуснее. Спустя 40 лет после создания она все еще неповторима, блестящая и смешна. Рекомендации к просмотру. Ищите фильм «Большая прогулка» в советском дубляже, где Фюнесс озвучивает Владимир Кеннигсон. Дуэт двух великих комиков Бурвиле и Луи де Финесса «Большой прогулки» бесподобен и неповторим. Он дает такой заряд жизненной энергии, который порой не под силу сотням других фильмов вместе взятых. Что-то есть в старых французских комедиях, что заставляет смотреть их снова и снова, с ностальгией вспоминая о безвозвратно канувших лет у великих шестидесятых. Феномерально смешная и захватывающая картина «Большая прогулка» режиссера Джерар Рури будет интересна зрителям всех поколений. Безусловно, шарма картине придает основное место действия – оккупированный фашистской Германией Париж, а также прекраснейшая природа французской глубинке. Фильм «Большая прогулка» 1666 года предназначен для всей семьи, потому что здесь нет насилия, а нацисты показаны достаточно умными, несмотря на жанр комедии. И тем интереснее наблюдать, как их обводят вокруг носа простофили французы, вышедшие на «Большую прогулку». Какие вы с ума сошли? Где вторая скорость? Где? В машине, конечно. А точнее? Между первой и третьей. Без столочек. Теперь толкайте! Толкайте! Что вы стоите, сестрица? Толкайте! Толкайте! Паукайте!